Наши коллеги продолжают следить за строительством промплощадки на Верхнем Омском месторождении. Внедряются новые оборудования, активными темпами строится вахтовый поселок для будущих рабочих. Водочистная станция. Два дня назад съемочная группа «Телеколон Алмазный край» посетила объекты на Муне. Ирина Балкова продолжит. Объекты растут как грибы. Еще год назад с трудом можно было представить, что все поставленные руководством компаний задачи будут выполняться вовремя и в срок. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Тем более коллектив строителей «Алроса» представляют опытные и грамотные профессионалы, за плечами которых десятки подобных строек. Полтора месяца назад на месте будущего вахтового поселка стояли только контейнеры. Сейчас уже вовсю идут фасадные работы. Совсем скоро планируют приступить к внутренней отделке. Работу мы приступили в апреле месяце. Своенные основания выполнены. На сегодняшний день, на сегодняшний момент уже жилые блоки, два жилых блока, как видите, уже построены, так скажем, металлоконструкции. Ведутся монтаж ограждающей конструкции. Силами подрядной организации продолжаются монтажные работы на водоочистной станции. Оттуда очищенная вода будет поступать в поселок. В задачи водоочистной станции будет входить очистка речной воды и подача ее на вахтовый поселок для использования людьми, которые будут там проживать. Мощность станции 300 кубических метров в сутки будет составлять. Параллельно продолжается строительство временного технологического проезда. Дорожники работают по той же схеме, то есть движутся навстречу друг к другу. Со стороны удачного и верхней муны. Для финишной отсыпки дорожного полотна необходим материал определенной фракции. С этой целью на объект поставлен дробильно-конвейерный комплекс. Здесь мы видим сейчас работает дробильно-сортировочная установка «Сэндвик». Она была поставлена сюда подрядчиком СНК «Юбилейный», который непосредственно производит работы. Буквально 14 мая наладили процесс, и с 15 числа в полную силу приступили к изготовлению материала в круглосуточном режиме. Объекты будут сданы в срок с уверенностью, говорят строители. И это, очевидно, алмазники справляются с поставленными задачами. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».